Добрый день всем! Меня зовут Станислав Орехов. С нами сегодня в гостях Всеволод Хустинов. И сегодня мы побеседуем, я не знаю о чем, но я думаю, что будет диалог очень интересный, прикольный, потому что мы познакомились через интернет, Сергей Король нас познакомил, сказал, что Всеволод ищет предпринимателя-блогера, или как, предпринимателя-редактора, который может вытаскивать вопросы, какие-то смыслы. Я, в принципе, такой, мне этим заниматься интересно. И мы записываем часто подкасты, интервью, и почему бы не пообщаться? Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. Слушайте, я специально не осмотрел, кто ты чем занимаешься, но тебя представили как очень крутого специалиста в своей области. У меня сейчас два проекта. Это маркетинговое агентство IT Agency и платформа маркетинговой аналитики Элипро. Агентствует платформа, получается, два продукта? Да. Отлично. Собственно, я предприниматель. Сколько-то времен назад я определился своей основной ролью, и теперь я ее исследую, в ней живую, я ее работаю. А от чего предприниматели, какие еще роли были у тебя? Ты только сейчас определился или недавно, получается? Ну, очень большой вопрос. Скажи немножко о себе, чем ты занимался, и как пришел к агентству, либо к платформе. Окей, давай какие-то основные вехи. Агентство основано в 2004 году, между первым и вторым курсом, и курсом универа еще, и оно началось просто с каких-то маленьких заказов, такой полуфриланс. И такого было очень много вокруг, но просто почему-то вот наше агентство из этой среды выросло, выжило и развивается 16 лет, а там у остальных ребят из тусовки, там, они, ну, их с другие стороны просто путь пошел. А к 2011 году там доросли до 20 или 30, 20 с лишним человек, это уже превратилось в такой там бизнес. Но в ту сторону идти было неинтересно, потому что превращалось там обычное рекламное агентство, оно просто клиенты, реклама, очень много суеты, постоянные, там, типа, на 20 человек 30 клиентов, и у всех бесконечные очереди задач, ну, типа, нервная работа. Мы тогда придумали концепцию с джедаями-маркетологами, взяли себе буквально 7 ключевых проектов и стали развивать их, ну, клиентских, стали развивать их по максимуму. Это оказалось очень удачным решением, эти клиентские проекты, ну, их продажи выросли просто в разы, как следствие, и наш доход тоже, и, как бы, концепция прям выстрелила, взлетела. Тогда вот много всего интересного еще сделали, например, переехали на Бали половиной офиса, и там в течение пяти лет еще был офис. Вот сейчас у всех там пандемия удаленка, у нас remote first, ты, вот, начался, ремонт first, формат работы, когда по умолчанию все на распределенке, но еще есть офисы для, по необходимости, для желающих. Прикольно, у нас примерно так же, не знал, что это remote first называется. Так, давай, посмотрите, ты много чего рассказал интересного, давай, как я понял, то есть вы оказываете рекламные услуги для клиентов, несколько у вас ключевых клиентов, которым вы что-то делаете, и это и является ваше ключевое, ну, отличием, да, от остальных. Вы сконцентрировались на какой-то своей, получается, фишке на именно нескольких клиентов основных. На 2011 год, да, и сейчас эта концепция все-таки разрослась, и здесь 20-30 человек, и в итоге все равно переросли, сейчас 80. Там совокупный оборот агентства под полмиллиарда рублей в год, а чисто часть про за услуги, там, 120 миллионов в год. А что вы делаете, то есть в чем ваши услуги? Смотри, приходят... Ну, кому вот, кто клиент, и какие услуги у вас? Приходят, например, пик ремонт. Ну, это наш клиент, мы с ним публиковали кейс, могу про него рассказывать. Вот, и он говорит, сейчас мы продаем, там, цифры с потолка, там, типа, 30 ремонтов в месяц, и мы хотим к концу года продавать 130 ремонтов в месяц. Вот, и мы клиенту с такой задачей помогаем. У них есть под это ресурсы, а ему нужно рекламное, получается, воплощение. Ну, вот с точки зрения, там, все, там, продуктового подхода, мы берем ту часть, которая, вот, называется acquisition. То есть, вот... Что это за часть? Это, вот, первого касания с потенциальным клиентом, вот, что он видит... И в жду, мы предлагаем. Да, и, собственно, до продажи. Там интересная история, потому что, вот, вообще, в этом сегменте, в этой части работы есть, такой, там, типа, два очень больших этапа. Один, это долго-долго, там, иногда месяц, или, может быть, год, искать такую комбинацию, механику, которая срабатывает. Вот, на какую именно аудиторию таргетироваться, на какой площадке, в каком канале, с каким посылом, куда именно человека вести, что ему там показать, чтобы ответить на все его вопросы, там, возможно, там, на лендинг, или на рассылку, или на видформочку, или на колл-центр отдел продаж, или еще куда-то. И, что именно ему там дальше предложить, например, там, в теме... Ремонт. Почему у меня в голову в ремонт? Почему нет? По ассоциации, да? Ну, занимаемся. Что там будет, там, где-то дизайн-проект, или какие-то сметы, или что-то. Ну, вот, как человека провести по... То есть, вы строите весь путь, тестируете его, как гипотеза, да, показываете, что он работает, и дальше масштабируете по деньгам. В общем, да, два больших этапа. Найти то, что работает, потом это масштабировать. А чем отличается от других ребят, которые примерно то же самое делают? Вот этот вот подход, там, твой основной. Именно такой подход, по сути, компании строят только в инхаусе. Нанимают, там, продукт-менеджеров, продукт-маркетинг-менеджеров, там, или head of acquisition, такие позиции. Сложные слова, что это значит? То есть, обычно делают в офисе, создают команды и нанимают. А то у вас распределенные. Да, агентствам обычно отдают какие-то узкие функции, маленькие, там, типа... А у вас все под ключ? Ну, да, мы, собственно, объединяемся с командой клиента на проект. Круто. Вместе это делаем. Слушай, у меня всегда вопрос тут возникал, пока мы далеко не ушли. Ко мне очень часто пишут разные ребята, говорят, давай, вот, мы тебе там настроим вот примерно то же самое, чем что вы. И говорят, давай деньги сначала. Я думаю, что, ну, во-первых, ты мне написал, ну, то есть, получается. И, во-вторых, давай ты настроишься, если такой умный, и все работает, а потом процент получишь. То есть, у вас заранее платит клиент, либо вы результаты работаете? 50-50. То есть, у нас чаще, часто модель, когда есть часть, которую клиент оплачивает, там, пофиксует за услуги, и часть, которая с Access fee, которую мы получаем, в случае, если мы достигаем каких-то крутых результатов. Вот. Но это история про общие цели, общие стимулы, разделение рисков и совместную работу. Потому что, ну, поток, по сути, это история про построение и масштабирование бизнесов, или, как минимум, продуктов внутри компаний. И там не бывает так, что, вот, кто-то один может сделать все. Потому что, даже вот то, что я рассказываю, там, часть про acquisition, это все равно часть сильно большей системы, там, про продукт, про отделы продаж, про потом его реализацию. Вы тоже идете, да, лезете? Продуктный мы лезем немножко совсем, там, в часть про ценообразование, про позиционирование, про такие вещи, но там обычно мы все-таки не меняем продукт существенно. Круто. А кто ваши клиенты? То есть, они вас сами находят по рекомендациям как-то, либо вы рекламируетесь сами, вы как привлекаете клиентов на такие задачи? Или у вас стандартные уже набранные, вы с ними работаете? Это, ну, во-первых, есть большой достаточно пол клиентов, с которыми мы работаем годами. Во-вторых, в основном это рекомендации и еще какой-то объем это, там, нетворкинг, контент-маркетинг. То есть, реклама там, директ, вы сами не даете такие лендинги и все остальное? Ну, мы сейчас экспериментируем с этим, вот, с переменным успехом. Там есть такая специфика, что в нашем сегменте в услугах каких-то можно конкурировать с рынком блок, если ты находишься в нижнем ценовом сегменте, потому что люди, которые принимают решение о заказе какой-то услуги, вот, через поиск в интернете, скорее всего, это, там, небольшие проекты. Как только идет с ней речь о чем-то серьезном, это все ищется не через интернет, а через рекомендации в профессиональной среде, в среде предпринимательской. Вот, я предполагаю, что, я про твой бизнес очень мало чего знаю, кроме сегмента, я предполагаю, что если ты в среднем или верхнем ценовом сегменте, ты тоже не по рекламе всех клиентов находишь. Ну, я не по рекламе нахожу, но я считаю, как бы, это особенностью такой моей, и, наверное, больше упущением. То есть, ко мне всегда приходили именно по рекомендациям тоже, и, ну, то есть, большая часть клиентов там сходили, говорят, да, нормально, классно, можно брать. И контент-маркетинг я делаю. Вот, но в целом это работает, то есть, чья схема, ну, масштабировать ее достаточно тяжело, то есть, в любом случае, я считаю, что выгодно делать, ну, такие вот маркетинговые всякие стратегии, да, и рекламы, но, наверное, не влог продавать, а все-таки больше, чтобы реклама, скажем, полезного контента, вот такую штуку. Вот, я думаю, что это будет работать. Я не сильно разбираюсь, получается, в там, таргетинге и всем остальным, то есть, я знаю, как надо, но мы для себя не используем. Мы используем там, ну, для наших учеников, там, для наших ребят, это все мы даем. И, да, мне кажется, это тоже надо делать. Просто тогда, ну, это такой, как бы, одна из частей масштабирования полезная, может быть. Так, давай я подытожить, что я понял. Вы работаете с крутыми, крупными компаниями, которые за много денег заказывают у вас комплекс маркетинговых всяких разных движух, да, которые позволяют им приводить клиентов на их уже сформированный продукт? Да, не обязательно за прям супер много денег, то есть, это всегда... То есть, они в выгоде, получается. Ищите вы их, вернее, они сами у вас ищут, получается, по рекомендациям. И, хорошо, а в чем фокус? Ты говоришь, у вас какая-то вот джедайская такая вот тема, миссия, я вот это до конца не понял, что это за, не знаю, философия или что это, что ты имел в виду, когда сказал, что вы отвечаете, с чем? Какая-то фишка? Ну, вот есть фишка про то, что в целом все стараются делать максимально узкую специализацию, а мы, наоборот, специально в одном человеке объединяем несколько ролей. То есть, например... В мастере, да, в каком-то? Да, такой мастер. То есть, у нас работают команды из, там, допустим, есть менеджер, который такой больше продакт-маркетинг-менеджер, и джедай-маркетолог. И первый больше думает про коммуникацию, стратегию, юнит-экономику, ключевые точки роста, а второй может руками прям настроить и рекламу, и спроектировать лендинг, и собрать нужную аналитику для всего этого. И они вот так вот в паре работают и закрывают все основные зоны от этого привлечения клиента. И плюс к себе в команду они еще подтягивают дизайнеров, разработчиков, поисковых оптимизаторов, редакторов, спецов по развитию отделов продаж. Я снова кого-то забыл. Аналитик, аналитик. Аналитик, отлично. Супер, похоже очень как на нас. У нас так же сделано, у нас есть дизайнер и есть менеджер. Скажи, пожалуйста, вот эти два специалиста, не один получается? Или один какой-то ответственный, а другой его помощник? Либо они равноправны? Аналитик, две роли равноправны. А как они тогда, кто отвечает за проект? Вдвоем, как они вдвоем отвечают? Ну вот так, они работают в плотной связке. Ну а если что-то идет не то, кто виноват? Они по сферам разделены, либо как получается эта непонятная тема? Да, в каждом конкретном проекте они между собой делят зоны этого проекта, но цели у них при этом общие. А давай, какие навыки там у первого, чтобы быть понятным? Первый, что ты сказал, он делает какую-то аналитику, да? Ну там, он разбирается в бизнес-стратегиях, в юнит-экономике, в маркетинговых стратегиях, в переговорах, в… Он больше как менеджмент получается. Больше как менеджмент. И системщик. А второй? Там страцессии проводит. А второй, он тоже понимает во всех этих вещах, в принципе, они… Но он настраивает руками это все? Да, но он руками делает. То есть один делает, а другой, получается, генерит, что надо делать. Интересно, да? Нет, они оба генерят обычно. Оба генерят. А почему тогда? Как они ищут его связь? Это, наверное, можно это сравнить. Вы знаешь, в креативных агентствах есть такие креативные пары. Там, как это вы? Копирайтер и дизайнер. И вот они вместе что-то придумывают, обмениваются идеями и решают так. Окей, делаем так. Слушай, идея интересная. Ну, и здорово, что у вас работает. Я просто пытаюсь переложить на нашу часть. У нас все-таки есть один ответственный специалист. Ну, как бы они, естественно, оба ответственны перед руководителем и так далее. Но у нас как сделано, давайте я просто тоже скажу. У нас есть ведущий дизайнер, ведущий специалист. Он отвечает за, в принципе, все, что работало. Чтобы клиент получил дизайн, защита самого проекта и доказательства, что это будет работать именно вот так. Есть менеджер, он отвечает только за договор. То есть он как раз следит за тем, чтобы дизайнер не выбивался из сроков, чтобы все было четко. Чтобы встречи назначались и чтобы клиент написал согласованно, ну, чтобы, соответственно, прошел этап. Вот. И они тоже вдвоем работают. Вот. Но именно у них получается, они нигде не пересекаются в плане… То есть менеджер не может за ведущего дизайнера попытаться сдать какой-то проект. Да. Но у нас вот в командах, которые более функциональные, например, поисковые оптимизаторы, вот ровно такая, как ты рассказываешь, за все отвечает старший на проекте, именно специалист. А там, например, роль менеджера, во-первых, там даже не всегда есть. Если есть, то у нас, скорее, вспомогательная такая. Вот. Но вот именно в проектах по стартапу, по строению продаж, вот эти, которые… Прикольно. Там должна быть пара, это люди, которые друг друга и дополняют, и челленджат, и делают совместные итерации, и могут там и покритиковать, и придумать, предложить. Потому что это же все про поиск нового, поиск того, что работает, быстрые итерации. И вот такие циклы очень сложно делать, когда ты один. Да, да, да. Слушай, классная штука. Вот в чем дизайн там у нас отличается, получается. У нас именно проектная работа. То есть, когда мы строим студию, ну вот у нас есть система построения таких команд, и другие дизайнеры тоже ее внедряют, работают. Почему она именно вот такая модель там, как у нас? Потому что мы не меняем этапы от проекта к проекту вообще никогда. У тебя получается, ну вот, более, скажем так, приземленные задачи. А когда ты что-то новое придумаешь и стартапы запускаешь, то вот, наверное, твоя модель тоже очень классно будет работать. Да, здорово. То есть, короче, какой вывод у меня? В зависимости от того, у тебя стартап модель какая-то новая, что еще что не было, либо у тебя стандартный какой-то путь, ты выбираешь команду и игроков в этой команде, ну вот, либо по первой, либо по второй модели. Прикольно. И, кстати, даже когда мы общаемся с потенциальными клиентами, вот, я им прямо говорю, то есть, смотрите, вы нанимаете даже не агентство, а конкретную команду, там, посмотрите на них, пообщайтесь, что они предлагают и делайте осознанно. А вы прям, ну, они прям с ними общаются, да, сначала? Да, у нас нет. И эта же команда продает, как бы, или нет, или у вас отдельно идет продажа? По сути, эта же команда, эта же команда и продает. Да, это прикольно. Я встречался как-то с агентством, я тоже баловался разными там продвижениями, всем остальным и думал, вот, как вот развить, вот, встречался, именно тоже мне команда, как бы, ну, рассказывала, что они предлагали сделать, именно те люди, там, с которыми работали. Вот, мне как раз не нравилось то, что продавец там один, а я говорю, а кто делать-то будет, ну, типа, потом познакомишь, сначала оплачиваешь. Нет, так не пойдет, вот, как-то мне кажется, очень странно, вот, потому что они красивые рассказывают, да, а потом кто будет делать, какие-то фрилансеры из Беларуси. Извините. Это фишка, там, настоящих профессиональных услуг, что выбирают. Человек или конкретного человека. Да, да, согласен. Или, ну, как минимум, ключевых людей, там, на команду потом могут еще команду разных людей подтягивать, но вот тех, с кем ты общаешься, кто тебе дает обещание, важно, чтобы это был тот же человек, который ты потом будешь работать. Да. Я здесь как ролевую модель для нас смотрю даже не на студии, не на рекламные агентства, а на консалтинговые компании. Там так же, да? Да, то есть там такая же история про то, что ты там сразу общаешься с консультантом, с человеком, с которым ты будешь работать. Там тоже история про то, что очень много про обучение и развитие людей внутри, но не абстрактное, а там на живых проектах. И там, например, там у консультантов интересная история про то, что там человек с младшей, чуть ли не со стажерской позиции, делает примерно то же самое, что он будет делать там следующие 7 лет на роли там старшего консультанта. Там работать с клиентом, защищать свои решения, там проводить исследования. Просто начинает он с каких-то очень маленьких задач, но внутри той же команды и того же там типа проектов. И просто потом у него постепенно накапливается опыт, и он становится все более опытным за все большие зоны, может отвечать за все более сложные проекты. А когда приходит альтернативная этому концепцию, когда начинается там специализация, чек-листы, шаблоны бизнес-процессы жесткие, там получается, что людей нанимают, например, на младшей позиции, и они учатся работать по чек-листам. А через год-два-три, когда им дают первый настоящий проект, за который они отвечают, оказывается, что в компании они работают 3 года, а за проект пытаются отвечать первый раз. А зачем им давать отвечать за проект, если пусть они работают, не знаю, копирайтером, либо программистом, зачем их толкать туда, где у них свойства нет? Ну, я скорее говорю вот про… хотя там две части. У меня просто такая модель, я почему говорю, то есть есть люди, но почему я ее придерживаюсь, она, в принципе, рабочая схема, но, оговорюсь, не в тех проектах, где у тебя стартапы и что-то неизвестное, где у тебя все стабильно понятно. Например, у нас есть ТД-визуализатор, который картинки рисует, ему не нужно быть ни дизайнером, ни чертежником, он просто сидит и картинки рисует, он может годами их рисовать. Пусть он 5 лет на этой позиции работает. Он счастлив, он работает, у него есть чек-листы, у него есть стандарт качества и, собственно, зачем его толкать куда-то еще? Ну, у нас другая концепция, потому что… Потому что у тебя у вас другая история, то есть у нас стандартно все, и в этом как бы суть основная, да, она масштабируется. У вас получается команда, то есть твоя задача получается, как у водителя, насколько я понял, собрать вот эти команды и мотивировать и двигаться вперед. Ну, то есть как-то обучать, показывать, рассказывать и… Да, да, ну, даже еще чуть дальше, я скорее создаю свою роль, вижу в том, чтобы создавать среду, в которой растут люди, команды и направления. Круто. Сейчас плавненько двигаемся в сторону, даже не плавненько, в сторону партнерства, элементов самоуправления… С сотрудниками. С сотрудниками, да. Сейчас раздали первые доли, и вот, всю эту систему потихоньку взлетает. Круто. А где ты это посмотрел? Ты обучался тоже таким темам? А-а-а, я готовил этот проект полтора года, я консультировался с очень большим количеством людей, и книжки читал, пересчитывал, типа майстера, и с людьми из консалтинговых компаний, из стоповых позиций, как раз узнавал, как у них там устроено. Потому что, знаешь, там американская система, где есть классическое партнерство, фамилии еще в названии компании. Да, слушай, знаешь, вот эту тему я смотрел фильм, ну, кстати, мне понравилось, по организации очень похоже, с юристами там были. Не помню. С юз? Да, с юз, вот. Там, в принципе, ну, очень неплохая модель описана, то есть, там есть главный, вот эта вот девушка темнокожая была, значит, главный этот самый, который ведущий специалист, и вот ему помощник талантливого дали. Как они там развиваются. То есть, там, ну, похоже, собственно, они все хотят, как бы, чтобы быть членом команды и получить долю в компанию. И поэтому они все стремятся к этому. Да, но при этом мы еще сделали, поговорив как раз с людьми, которые такие компании строили на больших масштабах, сделали, дали рекомендации, там, какие минусы этой модели. И в итоге получилась такая гибридная. Какая минусы эта модель? Минусы в том, что там в центр идеологии такого партнерства заложена история про, знаешь, таких одиноких волков, которые, каждый партнер такой одинокий голодный волк, которые просто вместе сбиваются в стаю, потому что вместе они могут достичь большего, но при этом каждый остается очень индивидуальным. Индивидуальным. Там получается очень много внутренних трений и разных конфликтов. Согласен покинул, это видно было. Управляющего партнера основная роль получается как-то сделать так, чтобы они друг другу глотки не перегрызли. Но это по ценности как раз отход, да, то, что ты сказал, что тебя интересуют ценности. Да, я не хочу такую среду строить. И там, когда я спросил у человека, который построил большую компанию, говорит, чтобы он изменил, он не делал вот такое партнерство просто. Стопроцентное разделение прибыли и рисков, где каждый просто один, каждый сам за себя. Не собирать предпринимателей, а собирать сообщество? Выращивать предпринимателей, привлекать предпринимателей. По ценностям распределенные. Да. Хорошо, а ты сказал вот ценности, там тебя сейчас тоже интересует. Как ты понимаешь, я сейчас этим тоже занимаюсь. Я два месяца назад вообще смеялся, психологией никогда не увлекался, не занимался. Где-то год назад понял, что в принципе там есть что интересное, структурное для управления людей, проектами и всего остального. Подгрузился немножко в эту тему, два месяца сейчас разбираюсь. Как ты видишь ценности, какие может быть у тебя, как с помощью ценностей можно управлять людьми или создавать что-то, продукты? В принципе, сама история про ценности была для всех людей в агентстве всегда важна. Это упоминалось, говорилось, там это наши ценности, это не наши. А какие ваши ценности? Что у вас основное? Польза, развитие, человечность, там еще парочка основных. Вот. Интересно, просто интересно, как мы формулировали. Нам помогал Алексей Курба и мне, и каждому человеку, кто хотел это сделать, дал упражнение, где нужно было сформулировать с помощью определенного процесса свои собственные ценности. И проверить, что они настоящие, про это мы будем чуть позже рассказать. Так, там, те люди, которые хотели, человек 20-30 из всех, это упражнение проделали. Плюс он провел интервью с 20 людьми из 80 в разных ролях, чтобы было такое распределение более-менее равномерное и по грейдам, и по направлениям внутри агентства. Вот. И там предложил какую-то черновую версию в том, за сколько итераций обсуждений внутри мы их докрутили. Причем важно, что там самая фишка не в том, как мы в заголовок поставим, типа польза, а много подпунктов и конкретных примеров действий, практик и кейсов, как это реализуется именно у нас. Ну, например, мы говорим, что нам важна польза, и это означает, что на встречах, там, в любых встречах с потенциальными клиентами мы, во-первых, стараемся, чтобы каждая встреча заканчивалась чем-то полезным для клиента, даже если мы там с пятой минуты понимаем, что мы с ним работать, скорее всего, не будем. Во-вторых, если клиент своим бизнесом приносит миру больше вреда, чем пользы, то мы с ним не будем работать. А кто это разделяет? Ну, если человек, который там ведет переговоры с потенциальным клиентом, начинает сомневаться, он постит в канал про ценности свой кейс, и там люди там высказывают какие-то аргументы за или против, и там принимается решение. То есть, он сам единолично может принять? То есть, как это происходит? На него ли единоличная ответственность, либо, если он только сомневается, может он дать, или он обязан это сделать? Ну… Какой пример там есть, кого вы не взяли, например? Был такой кейс, компания, которая там в регионах расклеивает объявления, там типа работа с водопщиком в Москве, привозит людей в Москву в серию ТФ в общежитие, и через Outstaff отдает работать во всякие там Ашаны и такие компании. В принципе, когда первый раз про это смотришь, это звучит как довольно хорошая история, люди получают возможность заработать, Ашан получает возможность закрыть все позиции, которые у них есть. Но когда там чуть-чуть начали разбираться, выяснилось, что там общежитие там просто совершенно невозможно отвратительное, у людей там половину зарплаты потом забирают штрафами, и там процент людей, которые говорят, что они довольны тем, как все устроено, и что они хотят повторить этот опыт, там очень есть, но очень маленький. И когда мы с клиентом про это поговорили, он сказал, ну да, такие дела, но мы вот там строим новое общежитие, когда-нибудь оно может быть достроится. И в этот момент поняли, что... Лучше, да, он это не будет. Но при этом очень важно, чтобы это не превращалось, знаешь, такое, в радикальное движение за экодиодорганик, да, потому что, ну, например, мы там для себя решили, что там со ставками на спорт мы работаем готовы. То есть мы вроде обсуждали эту историю с разных сторон, и в итоге решили, что там это приносит людям много азарта, радости, интереса, позитивных переживаний. И вот две чаши весов, там, естественно, есть вред, и, к сожалению, есть люди, которым противопоказанно вообще сталкиваться с этим. Ну вот, ну вот, что пользы тоже есть, да, намного, и мы, в принципе, готовы, там, допустим, с этим сегментом работать. А там с массовым алкоголем, сигаретами, например, нет. Понятно. Здорово, ну, классно. А где-то прописаны эти ценности, или вы как-то прописаны? Да, очень важная история была, что мы их сформулировали, привели очень много кейсов, сделали несколько итераций с большим количеством людей из команды, потом провели сессию на полный день со всеми, кто хотел участвовать. Ну, помню, человек, практически все поучаствовали, там, три четверти. И там каждый человек делал свое упражнение про свои личные ценности, а потом находил, как они мачатся с ценностями агентскими. И там для меня хороший показатель, например, что раньше бывали ситуации, когда аргументация, что там этот человек нам подходит или не подходит по ценностям, скорее это была аргументация в стиле «он мне не нравится, но я это сформулирую через ценности». Когда у нас появились прям общие сформулированные ценности, с практиками, с примерами, со всем остальным, эта история стала работать действительно объединяющей, для всех общей и, вот, понятно, когда такое звучит, то это более объективная, более общая для нас штука. Нет такого, там, на бизнес-экскурсию в Oil Energy ездил, они там с каждую общую встречу, каждой командой пытаются начинать со своей, там, миссии и с обсуждения какой-нибудь из ценностей. Вот, такого религиозного отношения к этому нет. Но при этом я уверен, что если, значит, там будут появляться какие-то кейсы и практики, которые существенно противоречат нашим ценностям, это не пройдет незамеченным и это не станет массовым, не будет распространяться. А у вас они написаны где-то? Да, у нас есть. То есть где-то в общем блоге или на сайте, да, где-то написано? Как человек может понять? На сайте вакансиях мы там пишем очень краткую версию. Основные постулаты. Да. А вот подробные она сейчас для внутреннего использую. Я не знаю, возможно, мы ее публикуем, потому что, в принципе, у нас на сайте там уже за сотню разных полезных материалов. Которые мы публиковали, может быть, ценности тоже публикуем. Но тут, знаешь, важно сохранять баланс такой интимности. Все-таки это наша внутренняя штука. И не все. И для того, чтобы она была живой, нерафинированной, некоторые вещи должны оставаться внутренними. Иначе такое появляется ощущение. Дополнительное давление. То есть мы, в принципе, кстати, открытость – это одна из ценностей. Это вот есть большой пункт – честность. И одно из них – это максимальная открытость и прозрачность. Ну, покажем не все. Тайна, наверное, еще какая-то есть, да? Нет, внутри открыто на всех там 99%. Единственное, что я пока что еще не смог убедить людей – это про открытые зарплаты. Кого? Каких людей? Всех? То есть у тебя люди, получается, против открытых зарплат или что? Пока да. Почему? Они говорят, не говорите, сколько я получаю? Сами? Где-то на самом деле такое, что просто это очень много неуютности. Кто-то видит в этом ограничении возможностей. Скорее, это просто непривычная история. Вот у нас пятая важная ценность – это самостоятельность и ответственность. Я не могу прийти и продавить это решение. То есть я могу там аргументировать, убеждать, но, в общем, оно должно созреть, и люди должны его самостоятельно принимать. А ты какую роль выполняешь, получается, в компании? У тебя в основном, ну, пока, как я слышу, люди сами, самоуправляемые, да? И что-то там сами решают, это ты что делаешь? Ну, прошлый год был кризисный, поэтому, понятно, включался во все. И в продажи, и чуть-чуть в проекты, и в помощь в управлении каждому направлению. Сейчас, извини, пожалуйста, я почему спрашиваю, смотри, какой момент. Ну, как мне казалось, там, ну, опять же, как я думаю, да, ценности как раз они идут от основателя, да, от руководителя, как он придумывает. У вас немножко по-другому подход, он очень интересный, что у вас сформировал все, а потом ты опросил людей. По сути, компания – это как ценности, общие ценности людей показывает, да? Может быть, даже, ну, не столько и твои. Они пересекаются, но не на 100%. Вот, и получается, как ты с этим управляешь? То есть ты все-таки управляешь этим, или это какая-то неуправляемая организация? То есть мы сейчас… Где твоя зона ответственности заканчивается, или ее нету вообще? Ты просто, как бы, на карточку деньги получаешь по итогу? Я сейчас в своей зоне ответственности считаю построение этой среды. Вот я закончил большой проект про систему с партнерством и с распределением долей. А что это за проект? А, вот то, что ты рассказывал. Да, да. В компании. То есть ты где-то обучился, как это делать, и сейчас его запускаешь? Ну, провел исследование, много с кем говорил, и в итоге придумал, защитил эту историю у своего партнера, с которым мы основали, собственно, агентство, и согласовал со всеми в команде. И вот мы первый раз прошли этот цикл, когда по итогам прироста за год было распределение долей среди тех людей, которые сделали самый большой вклад в рост агентства за год. Круто. Вот эта история, я считаю, очень важной. И сейчас мне важно, чтобы команда научилась принимать самостоятельные решения, которые касаются всего агентства. То есть внутри направлений, у нас их там семь, степень самостоятельности очень высокая. А семь направлений, ну, что это направление вообще? Как раз менеджеры, джедаи-маркетологи, дизайнеры, веб-разработчики, поисковые оптимизаторы, редакторы, контент-маркетологи и спецы по развитию отделов продаж. Ты сейчас просто по людям сказал, я думал, направление это больше по продуктам или по клиентам. Смотри, ну вот это команды, направления, они по специализациям сформированы, но дальше на конкретный проект они собираются, люди из разных направлений. Слушай, вот интересно, столько получается людей, ты сказал очень много, они на зарплатах сидят все или по мере необходимости получают оплату за проектную часть? Ну, у нас очень долго, большую часть истории агентства были только фиксированные зарплаты, которые росли вместе с грейдами, плюс была часть парттаймщиков с оплатой по часам, но они все равно полностью интегрированы в агентство, и ты даже не всегда знаешь, что это человек фуллтайм или парттайм. И тоже как раз за последние три года появилась бонусная часть, которая в принципе строится по идеологии разделения прибыли. То есть вот мы достроили внутреннюю отчетность, чтобы понимать, какой вклад в итоговую прибыль дает каждое направление, несмотря на то, что на проектах они вот так вот вперемешку все работают. И вот часть прибыли направления распределяется между людьми. Финансовую модель такую построили, чтобы понимать, откуда что идет. Да. А вы по часам считаете, по времени, кто на каком проекте, сколько работал именно человек? Это тоже считаем, да. То есть цена для клиента может быть или по часам, или фиксом, или фикс плюс сексэс фи. Но внутри мы, естественно, считаем экономику всех проектов, исходя из прямых расходов и из себестоимости по внутренним ставкам модельным рассчитанных. Да, прикольно. Ну, у нас примерно так же. Слушай, а интересно, как, ну, пока я вот самое такое, как бы, не слабое, а область такого непонимания именно новых клиентов. То есть либо у вас вообще ставка на это не идет, либо, ну, получается, вы работаете с более глубоко интеграцией с клиентами, которые уже были. Вот, либо я вот не вижу, кто ответственный именно за новых клиентов, как они приходят. То есть кто-то что-то делает, и приходят люди по рекомендациям каким-то образом, и дальше команда берет и начинает работать. Такой модель можно прогнозировать, как бы, рост? Ну, во-первых, да. Плюс у нас есть довольно обширный контент-маркетинг. Вот, и там получается… Вы отслеживаете, что оттуда там люди идут, да? По контенту. Там, знаешь, там такая история, так как это все-таки профессиональные услуги с достаточно высоким чеком. Все равно в 90% случаев люди принимают решения по рекомендациям, но контент-маркетинг очень помогает, потому что он, ну, во-первых, показывает, чем мы вообще занимаемся, там, кейсы, статьи, примеры. И там люди как-то все-таки узнают, зачем к нам можно обращаться. Во-вторых, ну, важно все-таки быть на слуху, чтобы когда даже у, там… Известный повышает, что такое получается. Продакт-менеджер спросит у кого, у какого-нибудь своего знакомого, там, кому обратиться с такой задачей. Этот знакомый, ну, эксперт с рынка вспомнил про нас просто потому, что, ну, давно она знает. И кейсы видел, может быть, знаком с кем-то или на проектах пересекался. Но еще мы у него свежи в голове вот здесь, сейчас, потому что он что-то недавно от нас видел. И еще, чтобы когда вот этот, там, руководитель, продукт-менеджер принесет идею встретиться с нами в свою команду, там почти всегда получается, что один-два человека говорят, «О, а я три года назад по планам обучения джедаев IT-эдженси там осваивал, там, знакомился с профессией». А у вас обучение какое-то еще есть, получается, да? Вот это что за обучение джедаев? Там была такая старая, что мы для внутренних целей сделали план обучения просто по зонам, какие вещи нужно закрыть человека там в первые пару лет, просто чтобы у него основные зоны. К вашим всеми функциям вы готовите? Ну, в общем, да. Мы просто его в какой-то момент опубликовали. Он сейчас может быть… Это как курс или как методичка или что-то? Просто… Список, стандарт профессии. Стандарт профессии. Мы такое, кстати, сделаем. Большая статья на сайте. Круто. И вот так оно и работает. Контент-маркетинг, он напрямую сам по себе клиентов не генерит, но он очень повышает и рекомендации, и конверсии, и, в принципе, доверие. Здорово. Давай, смотри, ты написал пост очень интересный, да, что вот хочешь там рассказывать о себе, о проектах, о ценностях, и сказал, что тоже может там быть полезным, получается, там, аудитория. То есть для того, чтобы проявить себя, да, получается, ты рассказываешь там в своих кейсах материалов. Там у тебя была интересная такая штука, что построение имя вот компании, да, например, как твоей там вывод на следующий там уровень по деньгам, то есть ты про это хочешь рассказывать или про что-то еще? То есть какие задачи у тебя стоят для того, чтобы развиваться в блоге, как ты хочешь что-то транслировать? У меня общая идея такая, то есть я сам в чем-то разбираюсь, постепенно там обучаюсь, пробую, получаю какие-то результаты, и вот там сейчас глобально меня интересуют ценности, идеи про предпринимательство, про личное развитие, такие вещи. А что это значит, какой-то продукт или что это? Понимаете, что именно и что про личное развитие? Ну, например, там, я долго разбирался, что значит, что такое предприниматель, в чем его роль, и что, самый интересный вопрос, что является законченным результатом. То есть вот ты предприниматель, когда ты можешь сказать «готово»? Когда у тебя продукт готов, ты его продал, и у тебя есть поток, который его покупает, рекомендует. Это, короче, когда движуха начинается, когда у тебя система есть по зарабатыванию денег автоматически, ну, готовая, рабочая, без тебя. Вот, наверное, вот так. Вот там без тебя есть интересный момент. Ну, то есть, во-первых, пока ты выполняешь операционные роли в компании, включая роль гендиректора, это не считается. Я про это и говорю, что без тебя не считается, как готовый продукт. Это считается, как, не знаю, самозанятость какая-то, просто высокого уровня. Да. А дальше интересно, когда можно сказать «готово»? Кто-то продал, скажем, кому-нибудь. Вот пришел, собственно, к трем сценариям. Сценарий номер один – это когда компания продана. Причем там, кстати, интересно, что было стереотип или такое ощущение, что продажа компании – это что-то ужасное и плохое, что это предательство для людей идеалов. У меня так было. Прикольно, интересно мне. Откуда оно интересно? Ну, возможно, из того, что агентство никогда не строилось как компания, а предпринимателем я себя осознал ближе к… Ну, не так давно. И только позже я недавно осознал, что на самом деле нет, это просто компания становится частью чего-то большего, скорее всего, с большими бонусами и для всех, кто в компании, и для той компании, частью которой она становится. И в принципе нет, на этом жизнь не заканчивается, а наоборот, сейчас она начинается какой-то новый большой важный этап. Соответственно, это сценарий номер один. Но вот агентство решили не продавать никогда, потому что оно про другое. Но вот про людей, про ценности и про органическое развитие. Срана, ты только что сказал, что это наоборот хорошо, но решили не продавать. Именно агентство нет. А второй сценарий – это вывод компании на IPO, когда у нее появляется очень много стейкхолдеров, там все корпоративные системы, всякие процессы, и по сути это способ интегрировать компанию в общество в целом. Там в нее начинают инвестировать пенсионные фонды. Короче, она уже плотно вплетается в структуру экономики и общества в этот момент. И предприниматель, который я строил, может сказать, готово. Я молодец. Я молодец. Там дальше будет совет директоров, наемные директора, стратегии. Дальше ребята разберутся. Третий сценарий, тот, который ты, возможно, упоминал, нанять наемный гендиректор или наемный совет директоров, возможно, подумал. Я больше продуктовую мыслю. То есть у меня законченный продукт, это первая часть больше. Так, директор тоже. Но останется самому акционерам остаться. Да. Но это не работает. Это согласие. Потому что потом, во-первых, гендиректор будет очень сильно влиять на культуру и ценности компании, если они для тебя действительно важны, как в случае, например, с агентством, скорее всего, это будет в другую сторону вводить. Но самое главное, что рано или поздно человек уйдет, это снова станет твоей проблемой, найти кого-то следующего. Пока ты остаешься владельцем в такой роли, это все еще не готово. И четвертый путь, интересный, это как раз движение в сторону самоуправления и, возможно, самовладения. В России такой кейс только один известный, это Oil Energy Дмитрия Зацепина. А в мире это довольно распространенная практика. То есть может выглядеть, например, так, когда компания Siemens принадлежит пенсионному фонду, в котором участвуют, собственно, все сотрудники компании. И таких конструкций в мире довольно много из этих компаний. и Sales, и крупные сети британские, одна из крупных британских розничных сетей. Ну, то есть там таких компаний сотни, тысячи, десятки тысяч. Интересно. А вы по какой модели идете? Мы плавненько движемся в сторону третьей. Третьей, это что напомни? Ну, сейчас, в конце... Когда на IPO? Нет. Ну, агентство IPO – это малосовместимые вещи. А какое тогда? В сторону самоуправления и потенциально самовладения. То есть третий – это гендиректор, четвертый? А, четвертый, да. Да, четвертый. Окей. Интересная штука. Слушай, у меня, наверное, примерно так же, как я мыслю. У меня ценности есть некие. Единственное, что они сформированы, я их стараюсь сам сформировать, как я вижу, как мне бы было здорово. То есть я считаю, что люди как раз-таки подсоединяются, получается, под моими ценностями. И я набираю людей именно, которые хотят, не то что хотят, которые соответствуют и которые так же работают. И дальше, мне кажется, что деление на разные продукты, то есть создание множества разных продуктов, не с единым гендиректором, а с менеджером, проявляющим данный продукт, ну, каким-то, да, по каким-то показателям, по правилам. Вот такая вот модель, возможно, тоже. То есть деление на части, да, в принципе, они все независимые, они могут между собой пересекаться, это легко делать, потому что у всех обучение одно и то же, и у всех ценности одинаковые. Но нет обязаловки, да, что ты копирайтер, будешь работать. То есть если тебя просили, если ты хочешь участвовать в этом проекте, участвуй, не хочешь, не участвуй. То есть вот получается такая же. Такая же штука внутри. Ну интересно, тогда тебе продавать особо не надо, либо ты можешь продавать вообще отдельное направление. Ну они все-таки очень сильно взаимосвязаны, не думал об этом. Просто когда ты можешь... Сейчас, есть такая штука, что предприниматели, ну вот я тоже знаю, что они очень сильно не ценят именно свой главный продукт. Свой главный продукт – это бизнес, получается. И ты тоже можешь упаковать и продать. И продажа своего бизнеса, во-первых, не значит, что ты с ним расстаешься, ты можешь его клонировать просто по этой же модели и кому-то первое либо собрать. Франшиза не всегда работает, потому что ты свое имя оставляешь. Но если убрать свое имя и сделать примерно то же самое с каким-то другим продуктом, то есть люди, которые с удовольствием это купят. Вот. Ну вот мне такая больше тема импонирует. Я сейчас стараюсь, наверное, к ней как-то потихонечку идти. Интересно. То есть ты прям готов продать... Да. У меня студия дизайна, Станислава Орехова. То есть я свое имя не могу продать, но механику работы я могу продать. То есть по сути я могу взять, упаковать систему, которую люди там сами будут создавать, 10 лет, например. Студию дизайна всего областенного. Да. Да, например. Например, да. Я тебе даю всю модель, я тебе даю сотрудников, я тебе даю в том числе я могу дать портфолио. В том числе ты можешь меня же нанять, чтобы я как ArtDirect, допустим, давал комментарии. И я как бы соглашусь. Почему нет? Потому что по сути твоей задачей является создание, как бы, ну развитие этой темы на определенный рынок либо нишу. Да, ты можешь взять там специализацию какую-то. И либо у тебя есть знакомые, которые с удовольствием будут заказывать. То есть у меня их нет. То есть твоей ключевой компетенцией является движение этой темы за счет привлечения клиентов. А наше получается исполнение. И ты можешь как нас нанимать, так и конкурент на любых других. Но система управления у тебя есть. Интересно. И вот такие штуки ты можешь продать не один, не два, а много раз. Вот. Но я достаточно сложно построить. И она работает как раз, вот почему я спрашивал, про ценности. То есть там это все должно быть построено и прописано. И еще есть очень важная вещь, сейчас я тебя тоже спрошу, фильтрация людей, которые к вам приходят. Как вы нанимаете людей, как к вам приходят, потому что я так понимаю, у вас очень конкурентная среда, да, и очень много таких компаний, да, похожих, которые тоже охотятся там за сотрудниками. Как вы их выращиваете, либо берете готовых? Fifty-fifty. То есть мы стараемся брать людей там на уровне middle специалистов и дальше... Чтобы технологию у них была, а дальше культуры. Чтобы они уже определились, что они хотят заниматься именно этой профессией, чтобы у них уже были какие-то результаты. И, ну, какой-то... Не с нуля, конечно. Трекшн, да, не с нуля, да. Вот. И дальше мы им даем там и наставника, и крупные интересные проекты, которые иначе бы они скорее вряд ли могли получить. И получается, что внутри агентства специалисты раздут в разы быстрее, а плюс к этому появляются истории там и про рост старших ведущих, помимо там чисто профессионального роста, и реального подработавства с интересными проектами, крупными компаниями. И если человеку интересно именно развивать, дальше строить такую систему, там запускать свои команды или свои направления внутри агентства, участвовать в разделении прибыли и в конечном счете становиться совладельцем агентства. Он может у вас все сделать, он это видит, он видит свою карьерную лестницу, получается, да, и поэтому он выбирает с вами расти. Круто. Ну, то есть начинается вся история в том, что у нас ценности про его пользу и про развитие, и если для него это тоже ценности глубинные, то у нас есть все для того, чтобы именно эти две ценности реализовывать. Ну, здорово. Ну, я спрашивал в основном, потому что это же не только вы такие молодцы, то есть скорее всего у других компаний тоже это есть или нет все-таки? Как у вас в рынке это сделано? То есть, ну, почему именно к вам, да, а они в какую-то другую компанию пойдут? Есть ли у вас конкуренты вообще или вы каким-то уникальными историей занимаетесь? Ну, вот именно такое пересечение компетенций и специализаций, она довольно уникальное, но мы пересекаемся с довольно много там с рекламными агентствами, с перфоманс-агентствами, там можно открыть там топ-10 из перфомансов. Какие ценности уникальны получаются? То есть, ценность и специализация, она уникальна, потому что все оказываются чаще всего в более узких рамках, там просто ведут рекламу, там подписываться под тем, что будет рост продаж и для этого нужно работать со всеми этапами, ну, это сложно. Ну да, конечно, но за это деньги платят побольше. Еще про привлечение сотрудников интересное, складывается оффер людям, которые уже попробовали построить, крулить какие-то небольшие студии или небольшие агентства, там, например, там с командочкой, там в 2, в 3, в 5, в 10, в 15 человек, потому что в чем история с этим рынком? Там человек, например, начинает как фрилансер, потом у него появляются помощники, потом это превращается в какую-то компанию маленькую, он медленно-медленно получает выход на все более крупных клиентов, все по рекомендациям, в рынок так устроен, и только, и поэтому ты не можешь вот так раз и перепрыгнуть через 5 ступенек, тебе нужно постепенно растить масштаб интересности, сложность проектов, с которыми ты работаешь, постепенно растить свою команду, конкурируя при этом и с московскими агентствами, и с инхаусом, и вот это вот, и потом ты там убил на это, например, 10 лет, и вот у тебя есть там студия, например, на 15 человек, и чего? Это не продаж, не передаж ресурсов наемного гендиректора, и вот этот сценарий скорее может не хватать, и если такой человек приходит, например, к нам в агентство, то у него появляется доступ и ко всей инфраструктуре, и к наставникам, и возможность работать с крупными клиентами, и там собирать, строить команду внутри агентства, там строить направление, а на выходе становиться со владельцем не вот этого юнита, а часть с владельцем агентства в целом, и это гораздо более стабильная и устойчивая долгосрочная система, и там в итоге получать дивиденды от доходов агентства. А вы как-то пиалите именно вот эту тему? Вот первый раз пришел рассказывать. Это очень крутая тема, потому что, ну я тебе свое как бы мнение сейчас говорю, потому что до того, как ты сейчас только что рассказывал, типа я, ну по сути, ты говоришь что? Ты говоришь, что невозможно сразу же перепрыгнуть там и пойти в дамки, то есть тебе надо долго, там 10 лет что-то строить, ну и так часто бывает, и скорее всего ты будешь так и делать, ну обращаясь к человеку, и скорее всего через 10 лет ты никуда не продвинешься, поэтому, дружище, приходи к нам, если ты талантливый, и мы запустим. Я все время это думал, пока ты сейчас рассказывал, типа ну я-то хочу свое, то есть я-то хочу не к кому-то там идти, а потом ты сказал интересную фразу, что будь частью нас и получай вообще часть от всего, то есть мы, короче, не жадные, да, мы наоборот за движение. Я считаю, это очень крутая штука, очень крутая, и я считаю, что именно прям вот это и надо пиарить сильно. А еще, ну у меня тоже возник вопрос, что возможно, я не знаю там ваш бизнес, но мне кажется, что если покреативить, какой-то мозговой штурм сделать, скорее всего нет необходимости 10 лет работы, ты можешь просто посмотреть по другим углом и то, что ты сказал, что ну только так постепенно по рекомендации. Скорее всего нет, скорее всего можно каким-то хитрым способом придумать какую-то, не знаю, услугу, либо продукт, когда ты либо отстроишься, либо просто перепыгнешь эти этапы. Что думаешь про это? Или это стабильность, которая должна быть обязательно 10 лет? То есть можно ли, вот допустим, я, ну то есть соображаю, я там послушал, посмотрел, я понял, какие есть агентства, да, ну не агентства, заказчики, какие у них проблемы, и придумал какой-то способ, как решать это по-другому. И условно поменял вообще идею. Ты не можешь это сделать, не находясь в интернете. Тебе сначала нужен знакомство. Ну я могу на конференцию пойти? Ну как бы я сделал, давай так, я вот совсем не оттуда, как бы я отлично поступил, просто, ну посмотришь, какую-то модель такую, я бы что сделал? Такой, окей, если я хочу продавать условному пику, да, тему с лидами, я дизайнер вообще, во-первых, что я могу сделать? Я могу, значит, объяснить, ну то, что объяснить, я могу захватить эту тему с учетом там строителей, дизайнеров, то есть я могу построить, ну либо взять какое-то сообщество, то есть, ну лидов оттуда, скажем так, я могу построить систему по рекламе, которая запускается, то есть я могу посчитать, сколько лидов я буду получать за рекламу, сколько конверсий будет, какую-то воронку я могу построить, ну базовую, то есть по итогу я могу продать что? Я могу, они скорее всего у вас покупают готовых подогретых лидов для своей услуги. Так, у вас такая как бы финальная услуга? Нет, они покупают рост продаж, лиды это важно, а продажи они делают или вы делаете? Продажи делают они, ну например, там с наших каналов. Ну, поэтому они у вас лидов покупают, если они продажи делают? Подогретые? Это важная разница. Расскажи. Покупают именно продажи, мы вместе смотрим на метрики там про лиды, про качественные лиды, про квалифицированные или вы их обучаете продавать? Частично да. Окей, значит тогда вы даете, получается, частично, значит, короче, вы получается оказываете консалтинг по продажам, как надо правильно продавать, да, и плюс вы даете лидов. Ну вот ваша услуга все равно, она описывается очень просто. Нет? Где я ошибаюсь? Я приведу пример, давай смотри, когда мы говорим про продажу лидов, но рядышком есть целый рынок ACPA сетей и, в принципе, работы по ACPA моделям. Подогретых лидов. Хорошо. Которые прошли квалификации, допустим, обучились, что в этой компании хорошо. То есть они что-то знают, это не холодное, это подогретые до какой-то степени лиды, которых продавцы по вашей технологии могут конвертировать. Со всеми ACPA моделями, в чем история? А что к тебе модели просто не участвуют? Это когда просто клиент платит кому-то за лиды, по 700 рублей за квалифицированный лид по таким параметрам. Подогретый, я же сказал, еще очень важная тема. То есть подогрев, это значит, у него есть доверие, он хочет именно с этой компанией работать, он уже послушал, скажем так, какой-то материал прошел, там мастер-класс, не знаю, как вы подогреваете. То есть вы же подогревом занимаетесь еще, я так понимаю? Да, но мы это строим для компании внутри, то есть мы никогда не на своей стороне подогреваем. Со всеми CPI моделями такая история, что они хорошо работают, когда вот есть веб-мастера, там владельцы сайтов, порталов, площадок, у них есть своя аудитория, и они могут, например, банковский портал, там люди оставляют заявки на кредиты, и можно, и могут банкам продавать эти самые заявки на кредиты по 700 рублей за штуку, соответствующий определенным параметрам. Но в чем получается история? Как только приходит клиент, ну, к этому порталу приходит банк с более выгодным предложением, внезапно у текущего банка поток лидов или заканчивается, потому что, типа, он раз, и весь поток переключился на другой банк, то есть ты не владеешь этим каналом, не управляешь им даже. Либо, например, эти лиды стали продаваться в 10 банков одновременно, и они вроде все хотят кредиты, но конвертируются только в один, и у всех остальных конверсии падают. И поэтому, там, вот история про работу по CPA-модели, она подходит только для некоторых специфических ниш, и скорее это просто один из каналов привлечения клиентов, там, не знаю, контекст, таргет, блогеры, еще что-то, они все-таки остаются, ими компания хочет управлять сама. Если вдруг компания, там, банк тот же самый, находит кого-то, кто готов платить за, работать по CPA-модели с обычными каналами, беря клиентов там, из других CPA, из контекста, из таргета и так далее, то, что это значит, что туда заложено совершенно гигантских размеров маржа за риск, потому что, если человек реально подписывается под такими условиями, он должен как-то сильно перестраховываться. И тут вопрос, нафига банку платить эту премию за риск, если он в любом случае эти риски несет в конечном счете. Во-вторых, там появляется очень много стимулов для людей, вот эту систему как-то подтюнить, там, какие-то левые лиды привести ненастоящие или еще что-нибудь такое, и все, кто работает с CPA-ами, знают, что там проблема фрода, она очень серьезная. И, ну, то есть, на самом деле, компании идут ровно в обратную сторону, они даже хотят не то, что агентствам не доверять, там, даже введение просто контекстной рекламы, вообще это целиком в инхаусы забирать. Ну, есть такой тренд, часть компаний так делают, чтобы и даже, ну, во-первых, чтобы было больше управляемости и контроля, во-вторых, чтобы меньше было посредников в цепочке. И то, что мы делаем, мы скорее компаниям помогаем строить их систему маркетинга. У нас даже на части клиентов там бюджет, они через нас ходят, мы вообще на это не смотрим. У нас вся внутренняя отчетность финансовая, она про наши доходы, расходы там за услуги, а бюджеты там приходят, доходят. Круто. Тогда, получается, у вас услуга еще, то есть, кроме лидов, кроме консультаций по продаж, еще входит создание вот самой внутренней системы, как к этой компании придут люди, как они там в воронке поварятся, да, для того, чтобы именно ценности там этой компании, именно вот то, что заложено этой компанией, значит, люди перейдут. Ну, в том числе и это, и это, да. Вот у меня такой пример, просто мы занимаемся, я частично, там, у меня хобби такое тоже, предпринимательство, я консультирую ребят, которые занимаются там, допустим, мебелью, то есть, ну, скажи, сейчас, похоже это то, чем вы занимаетесь или не похоже. У меня модель какая? Очень простая. Я знаю, что есть компания, допустим, есть, чтобы привлечь клиента, она покупает стенд на выставке, неважно, двери, шкафы, любая, оконная компания, она покупает этот стенд, он стоит миллион, полтора миллиона, допустим. Я спрашиваю, сколько вы за выставку получаете лидов? Он говорит, 60, то есть, ну, или там сколько-то, да. В общем, я могу посчитать, что их один клиент, который бы побывал на их стенде, ознакомился, там, стоит 6 тысяч, например. Вот. Я говорю, что бы было, если бы мы, вы что покупаете? Вы покупаете вот такого лида, который там знаком с вашей компанией. Если, допустим, провести его через видео, через выключающийся какой-то семинар, через там другие какие-то вещи, но этот лид будет стоить там в два или в три раза дороже, то есть, насколько это будет выгодно и будет работать. Давайте посчитаем. То есть, мы делаем эксперимент, значит, считаем, а потом уже вопрос получается трафика, то есть, мне не обязательно выставку организовывать, я могу с интернета провести людей по воронке, и только те, которые дошли, мы определяем критерии, по которым он будет принимать. Те будут, допустим, либо экзамены сдавать, либо тесты сдавать, и определяем стоимость. Все равно это будет выгоднее, чем они 6 тысяч получаются за льда, мне это будет стоить, например, полторы в производстве, а продавать могу за три, допустим. И выгодно в два раза, а я получаю полторы тысячи за человека, прошедшего по воронке. Дальше также я могу внедрить продажи, в принципе, я даже колл-центр свой могу дальше внедрить, доведя до момента заключения договора и передавать им договор. Примерно так. Офигенная схема, но тут получается, что ты строишь по сути всего на своей стороне, становится ли это частью? Нет, это имя, конечно, да. Частью, частью компонента. Да, это имя, я говорю, допустим, построение бан. А не знаю, сколько, кстати, у вас один чек? То есть я оценил такую историю примерно в 3-4 миллиона. У нас чек... Если я им все строю и отдаю? За проекты по тестированию гипотеза, по масштабированию продаж, они начинаются от полумиллиона рублей в месяц. А по месяц в месяц? Максимальный флайт, это один квартал. Вот такой объем работы, то, что я сейчас примерно сказал, сколько можно оценить? Я затрудняюсь оценить, сколько будет стоить там продакшн и вся вот эта часть, но ну что, в 3-4 миллиона такое должно было. А, ну вот, в принципе, так и есть. Ну вот такая схема прикольная. И самое прикольное, что благодаря получается, ну вот как у тебя, компания, да, то, что вот вы делаете, в принципе, похоже, да, что я хотел бы делать и, наверное, тоже буду. Все это заходит на то, что тебе нужен дизайнер нормальный, да, копирайтер, там, маркетолог, в принципе, я сам продумываю, как это делается. Ну, то есть я участвую, и если я хочу выйти, тогда мне нужно будет по сценарию, в общем, сценарий-то один и тот же. На самом деле ты берешь мебельную компанию, потом берешь компанию по окнам, потом берешь следующую и так далее. Похожие? Есть, да, похожие. Интересно. А то и возвращаясь к кейсу про то, а может ли человек сам быстро вот это все узнать, все найти и сделать какое-то уникальное предложение для рынка, которое зайдет сходу. Я сейчас нахожусь ровно в такой же позиции с платформой маркетинговой аналитики по отношению к… Это вот второй твой проект, да? Второй проект, да, по отношению к зарубежным клиентам. То есть в России я все знаю, что нужно, как этим люди пользуются, то есть я сейчас… А что за проект, расскажи вкратце, что это за… Ну, смотри, допустим, у тебя, на твоем примере, у тебя для дизайна интерьеров, наверное, идет какая-то реклама, люди приходят там на сайт, возможно, подписываются на какие-то рассылки и, ну, в конце концов, становятся лидами, как-то ходят у тебя там по СРМке, по этапам, в итоге закрываются. И тебе, как предпринимателю или, там, как здесь ответственный за привлечение клиентов, интересно узнать, как работают какие каналы рекламы, как работает вся оборонка по всем этапам, отслеживать это автоматически в ежедневном режиме и еще с учетом разных вариантов атрибуций, потому что ты можешь посмотреть, кто тебе привел лид, какая реклама была самым первым касанием с клиентом. Это конверсия CRM получается, ну, CRM получается некая? Нет, CRM мы выберем твою, мы выгружаем все данные из рекламных систем, аналитических, типа Google Analytics. Когда там развитого нет? Там есть данные, там, в Analytics, в Google Analytics, например, про посещение сайта, но какие из них закончились продажей и тем более с каким чеком, и тем более с какими повторными продажами. Тебе надо общую систему брать, например, типа, какие-то курсы, например, там обучение, там все это есть. Ну, вот там, возможно, для специализированного кейса есть, а да, мне не специализированных, там не да. Там, в чем история со специализированным? Есть еще Roystat, например, система классная, но она подходит для типовых сценариев, для типовых сценариев, там стыкуется там с условной AMA CRM, вот если у тебя простые, простая реклама AMA CRM, наверное, ты в Roystat сможешь собрать себе всю нужную аналитику, но если ты, там, например, банк, пик. Ну да, тебе посложнее что-то надо. Или у тебя просто, ты чуть-чуть, у тебя отличается от стандартных процессоров, там длинный цикл сделки двухмесячный, или у тебя там много повторных продаж, их нужно обязательно посчитать в первого, вот в тот канал, который привел изначально клиента, или ты хочешь вывести какую-нибудь специфическую метрику для себя, там, сколько у тебя клиентов по каналам, у которых стоят признаки, что они прошли маркетинговую квалификацию, но без тестов дублей и без тех, кто купил демо-продукт. Там это все у тебя отсчитывается? У тебя в стандартных системах ты тут же упираешься в ограничения, а мы берем и делаем эту штуку, по сути, так как ее делают крупные компании, строим BI-систему, но на своей платформе гораздо более стандартизированным способом, мы учитываем весь кастом, всю специфику, но при этом для нас это как раз отлаженный процесс на своей платформе. Прикольно. И вы это запускать на иностранный рынок будете? Да, и вот смотри, что происходит на российском рынке за счет 100 тысяч миллионов лет опыта, что я сам из этой сферы и сотни компаний знаю изнутри, как работают, и с ними со всеми общался, и сейчас там, допустим, продаю эти проекты по внедрению маркетинговой аналитики. А это у меня сейчас реально происходит за полторы встречи. Одна встреча на полтора часа, один фоллоуап, и такие, окей, поехали. То есть настолько хорошо сейчас получилось именно российские первые штуку, да? Да, а там чек нормальный, типа внедрение это миллион-два миллиона рублей, и потом еще чек 100 тысяч рублей в месяц в среднем. Вот. И вроде вот я весь такой умный, красивый, кучу всего знаю, платформа есть, и есть условно рынок Канады. Я, конечно, могу съездить на конференцию, но может быть там со мной кто-то поговорит. Но там другой менталитет, другие связи, люди, которые реально принимают решения, они не будут вот так на конференции скаутить рынок, там другой вообще подход к специализации. Вот я рассказываю, наше преимущество, универсальная система делается под ключ. А там, насколько я знаю, люди вообще по-другому мысли, они так, окей, кто специализируется на маркетинговой сквозной аналитике, для вот этой конкретной вертикали там, да, для продажей, мобильных, там все на супер русских нишах. И если я со своим вот таким гениальным придуманным и даже работающим в России предложением приду туда, тебе туда не надо. А зачем тебе туда не продавать, или рынок маленький? Мне интересно, для меня, просто действительно, конечно, следующая афивка. Ну, в таком виде, нет, мне придется сильно закручивать и продукты, и позиционирование, и просто... Ты можешь это все на офферы разные, и говоришь, вам вот это, а как бы система одна и та же. То есть, систему ты используешь такую же, но шинкуешь по... на много-много разных продуктов, на 100. Или так, или все-таки уходить в сильно большую специализацию. Так это и есть больше специализация. Нет, прям специализация, как бы вообще специализируется. Ты не меняешь вообще продукт, просто говоришь, это, да, для автосалонов. Вот, а посмотрим, зайдет или не зайдет. У меня на эти эксперименты, скорее всего, уйдет год-два, до тех пор, пока я не найду, то, что называется, там, хороший продакт-маркет-фит, там, точное понимание своего сегмента рынка, клиентов, потребностей, и такое предложение, которое реально эти потребности очень круто закрывает, и там, что, вот, типа, не могу от лидов и от продаж отбиться, и потом эту всю эту историю масштабировать, и потом уже, может быть, выходить в соседние сегментики. Ну вот, когда я это, мне это предстоит делать, ну, там могут, понимаете, помогать адвайзеры, консультанты, акселераторы, там, все как один говорят, нужно ехать туда ножками и там на месте, на месте все это делать. Возможно, невозможно точно там привлекать инвесторов ранних стадий, потому что это тоже помимо денег, в принципе, у нас достаточно денег, чтобы развивать эту платформу самостоятельно, но правильнее вовлекать больше людей, которые будут там делиться как раз и связями, и опытом, и чтобы это все получилось быстрее, как раз вот именно для того, чтобы быстрее проходить этот, каждый шаг этого пути. Можно самому все это делать, но это очень дорого, долго и дорого, и вероятность понижает, то, что вот это, допустим, окно возможностей для маркетинговой аналитики, оно вот несколько лет, причем вот с этой концепцией в чистом виде, упрощенной, там есть Ovox, есть Improvada, есть уже крупные компании, которые стримингом данных занимаются, у нас есть фишки по сравнению. Главное не опоздать. Ну, скорость оказывается очень важна, особенно вот в технологических историях, но, в принципе, во всех остальных тоже. Вот мы придумали концепцию с джедаями в 2011 году, вот она в том виде работала 3-4 года, а потом нужно было придумывать новое, потом нужно будет еще новое. А почему она перестала работать? В тот период все в интернете безумно росло, а мы внезапно оказались людьми, которые на этом, у кого уже есть больше всего опыт, кто на этом специализируется. То есть можно было запустить просто контекстную рекламу, просто старый хреновый сайт, знаешь, где там 5 страниц по разделам. Тут описание услуг, тут цены, тут прайс-лист, тут статьи, тут контакты. Помнишь, такие сайты были? Да. Там заменить, например, на лендинг, где все по полочкам для человека разложено и есть призыв к действию. И типа бабах, у тебя продажи с интернета выросли в два раза. Сейчас такое не работает. И сейчас работают подходы про скрупулезную генерацию гипотез, тестирование, миллион разных комбинаций, нужно кучу денег и усилий влить, чтобы найти то, что работают, проводить исследования, делать коридорные тесты, разговаривать с клиентами, чтобы там подстраивать предложения под них. И вот тогда ты находишь ту комбинацию, которая работает, и вот тогда ты ее можешь нормально масштабировать. И то, что раньше делалось, в большинстве случаев, в том типа вот с первой попытки, сейчас вообще вся работа, типа запустить рекламу те кто угодно может, вся работа превратилась, не запустить рекламу, найти то, что работает. А реклама, да, это просто целый тип, ну да, идти в интерфейс, накликать, написать, запустить. Это самая простая часть, как это вообще может быть. Круто. А что ты думаешь про личный бренд, то есть насколько он влияет, развиваешь ли ты как-то его, то есть популярность в этой теме? Ну я много лет подходил к этому примерно с такой стороны. Во-первых, что я сам учусь и сам чем-то делился какими-то заметками в блоге. Мне было неважно, сколько там людей его читают в соцсетях, соответственно. Просто это часть моего процесса. Учусь, описываю, публикуюсь, мне приятно делиться, мне приятно получать отклик, какой-то там лайки или комментарии, там какой-то человек говорит, что ему это чем-то помогло. У меня одна из личных ценностей это радость. И вот история про, допустим, делиться знаниями или обучение, она, я понял, что она для меня, она ценна тем моментом, когда я получаю эмоциональный отклик с той стороны. Разделяю общую радость. Но потом у меня этот процесс сломался, потому что я перешел от того, что я штудирую книжки, статьи и курсы, потому что я просто иду, разговариваю с людьми, которые уже в теме, из них выцепляю те знания, которые мне нужны прямо сейчас под конкретную задачу. В этом процессе нет момента, где я пишу километровые конспекты, а потом их куда-то публикую, куда-то публикую. А почему таки, если ты это не можешь делить? То есть была, наоборот, мне кажется, интересна. Была задача такая-то, к такому-то поконсультировался, он накинул какие-то идеи, я попробовал, может быть, даже интереснее. Мне сейчас не так интересно следить за компом с клавиатурой. Не диктовать на голосом? Ну, не мой формат. Это с одной стороны. То есть, как я пришел, в принципе, в какие-то истории про то, что я публикую какие-то материалы. Изначально мотивация была такая. А потом я... Но есть и функциональная сторона. То есть я заметил, что те люди, с которыми мне больше всего нравится общаться и работать, они так или иначе пришли не с Headhunter, так тоже бывает, просто в процентах это очень редко. Они пришли из того, что они где-то меня увидели, услышали. Им понравилось то, о чем я думаю, что я говорю. Они почувствовали какой-то мэч, и они после этого приходят уже там... Даже не сразу. Через год, через два, через пять приходят там со мной или в моей компании поработать. И когда эту историю осознал, я понял, что есть еще одна потребность. Мне нравится работать с людьми, с которыми я чувствую мэч. А для этого нужно как-то рассказывать о том, кто я, какой я, что я делаю. И тогда они будут приходить. Вот я сейчас ищу как раз формат. Садим, вот мы сейчас с тобой тестируем, что можно прийти и поболтать. Абсолютно не всеми человеком. Второй, вот сейчас я пробую вот этих предпринимателей-редакторов. Вообще, это было, наверное, довольно дерзко. Что? Прийти в Facebook и сказать запрос в космос. Я хочу человека, который умеет и любит писать тексты, при этом он предприниматель, и чтобы мы с ним гуляли, болтали, а он писал текст. Отличная тема, почему нет? Ну, в принципе, вообще супер. Я примерно так же и делаю. Я с кем работаю и говорю, ребята, не я должен оплатить, а вы, по сути, мне. У меня вчера была обратная связь с редактором, который учился у Короля. Кстати, он мне ее посоветовал. Он со мной работал год, писал тексты. Вот он вчера мне написал, то есть спасибо, благодаря той работе, которую мы с тобой делали, то, что он на меня работал. Он говорит, я создал агентство, и типа его открываю, и вот ссылочка. Круто, давай с тобой запишем интервью. Юрий его зовут. Юра, привет. Это же круто. Почему нет? Классно. Я поддерживаю такой ход, поэтому тоже как бы тебе и написал по нему. Расскажи немножко, знаешь, о чем? Я, знаешь, почему про личный бренд спросил? Не с той точки зрения даже, как ты привлекаешь, например, своими мыслями, своими идеями. Сейчас такая тенденция, да, что как бы люди очень сильно устали от очень умных, образованных ребят, да, хотят все посмотреть в жизни, какие люди. У меня есть описание меня, и там я сделал то-то, добился того-то, значит, какие-то у нас достижения, да, книгу, там, основа профессии, все дела. Но все мне почему-то пишут, какие классные у тебя собачки, как ты классно там, ну, как бы отдыхаешь. И я понял, что вообще нужно, то, что у меня в финале было, типа, мои хобби, увлечения, личная жизнь, надо вообще вверх. И потом это ты, когда проявляешься в жизни вообще, и как ты проявляешься, там, твои интересы, увлечения, оно, эти качества, они необычным образом переходят и на работу. То есть, скорее всего, так и есть. Скажи немножко о себе, то есть, вот какой-то в жизни, что тебе нравится, чем ты, может быть, увлекаешься, там, помимо работы, что тебе доставляет удовольствие, что тебе, может быть, не нравится, или как спробуешь свободное время. Ну, вообще, работа занимает все-таки большую часть моего времени. Это даже бесспорно. И внимание. То есть, на самом деле, все очень-очень перекликается с ценностями. У меня есть ценность, на моем внутреннем языке это называется, делать настоящее. Это что такое? Ну, вот, например, была учеба в универе на первом курсе, а пришел какой-то человек странный и говорит, там, ты компьютерщик, сделай мне визитку, вот, там, за 50 долларов, за дизайн. И мне вот эта история на тот момент была в 100 тысяч миллионов раз интереснее, чем, там, любая, любая учеба и так далее. Потому что это оказалось более в жизни, более настоящим. И эта штука проявлялась вообще на всех этапах, когда это превратилось в агентство, потому что это настоящая работа, настоящая компания. Когда отказались от какого-то массового производства и решили делать маленькое количество, с небольшим количеством клиентов, работа сильно плотнее, потому что казалось, что так чувствовалось в этот момент, что именно так можно сделать более настоящие вещи. Не какие-то маленькие кусочки, вот, как-то повлиять на реальную компанию, на ее развитие. И такая же история, допустим, с переходом от агентства к Элли. То есть, мне хочется поставить галочку и завершить вот этот процесс про построение самостоятельной компании. Это займет еще несколько лет, когда я смогу действительно подтвердить, что все работает так, как я задумал. Но дальше интересно построить технологическую B2B SaaS-компанию на зарубежный рынок. Зачем? Незачем. Я чувствую, что вот это настоящее, что сейчас хочется сделать. А вторая большая ценность – это про развитие, про интерес, про любопытство. На внутреннем языке это называется. Мне важно, чтобы было интересно. Если не интересно, не любопытно, то я явно не буду этим заниматься, что-то по-не поменяю. Сейчас прохожу обучение на эволюции. Это годовой курс про развитие взрослых людей, теорию вертикального развития, много разных практик. Полезно? Да, мне безумно полезно. Я просто кайфую от тех преподавателей, которые там есть, и вообще всего сообщества. На потоке одновременно 130 человек, это очень много. И оно по большей части онлайновое, хотя в московской части и в оффлайне ПСС собирается. И я никогда не видел настолько классных, умных, открытых, безопасных людей. То есть там очень быстро, даже несмотря на то, что онлайн, быстро довольно открываемся. Это кайф. Ну и материал там очень интересный. Дальше у меня есть ценность про… На внутреннем языке называется «Чтобы нравилось». Важно, чтобы нравилось. В принципе, это про комфорт и какие-то маленькие штучки. Вот я сейчас к тебе в гости сюда приехал, и такой кайф от вот этого пространства здесь, от кучи техники. И с тобой очень приятно. Спасибо. Но при этом, например, там общение с людьми для меня не является самостоятельной ценностью. Я все-таки про больше внутри себя живу. Но я испытываю вот эту совместную радость, такое удовольствие от совместных каких-то переживаний или моментов. И это во многое чем приведет. Я сюда приехал на каршеринге, на мерседесике. То есть специально выбрал приятную машинку, потому что мне нравится водить, слушать музыку. Совместить приятно с полезным. Да. Классно. У меня дома тоже очень классный сетап, стол такой с большой деревянный шап-деск с российского производства с кнопочкой, он ездит вверх-вниз. Совершенно отвратительная доставка, но бесконечно кайфные столы. Отлично. Периодически так вот рекламирую, просто потому что очень хочется поделиться приятным. Ты про них написал пост? В какой-то момент писал, да. Ну прикольно. Ну я в принципе про это и имею в виду, что у тебя рабочие моменты, есть какие-то жизненные, и вот жизненные, оно откликается очень ярко, очень интересно. Тоже об этом прикольно поговорить. Супер. Я не знаю, будет ли у тебя еще желание, возможность, если бы ты захотел какие-то следующие темы затронуть, что бы это было, что мы, скажем так, сегодня не затронули, какие еще вещи, либо материалы тебе интересны. Повседневные какие-то, да. То есть сегодня мы познакомились с тем, чем ты занимаешься. Какие-то ценности, да, основные набор сотрудников, работа, куда ты двигаешься вперед, да, какие у тебя там задачи стоят. Что ты сам думаешь? Расскажи после вкуса, беседы, да, что ты ожидал, что планируешь дальше делать. То есть сегодня не было специального плана. Нет. Мы с тобой начали разговаривать, и как-то оно естественным образом в какие-то стороны ушло. У меня как бы такая живой формат интереснее. Но в целом интересно дальше было бы поговорить про… Тематически, если какие-то истории взять, то что это может быть? Мы вообще не затронули историю про Элли, про стартапы, про заход, про… Интересно пообсуждать там российский айтишный предпринимательский мир. Согласен. Особенно я об этом ничего особо не понимаю, но и вопросы могу задать, наверное, интересные какие-то по этому поводу. Так, что еще? Я просто почему спрашиваю, то есть если кто-то будет смотреть, можно накидать тоже каких-то вопросов на эту же тему, да. Также мы сможем зачитать эти вопросы, кто может быть ближе знаком с стартапами. Вот, окей, что еще? Интересно поговорить больше про обучение, развитие, там, как, например, ты получаешь новые знания, перевариваешь и ты предпринимаешь. Я сильно заморочен. Сильно заморочен. Да, про способы системного мышления, быстрой обработки информации и применения на практике, тестирование гипотез, наверное, да? Это тоже, да. Круто, да. Обучение – вторая тема, может быть. Что еще? Давай третью возьмем еще какую-нибудь. Интересно поговорить про, вот, с, с, там, штуки про самоуправление, самостоятельность, по сравнению построения самостоятельных компаний. Угу. Как сделать компанию структурно, чтобы, да, тоже здорово. Супер. Ну вот, давайте возьмем три темы тогда, если кто-то нас сейчас смотрит, слушает, напишите ответы, вернее, вопросы, да, если какие-то есть, как вам ответы, все было, да, на сегодняшний вопрос, напишите в комментариях. И в следующие разы, я думаю, что если мы соберемся, то обсудим там одну из этих трех тем, ну и постепенно, я думаю, мы можем их расширять, либо углублять, либо идти параллельно. Спасибо большое тебе, Алла, за то, что приехал. Тебе спасибо, что пригласил. Спасибо Сергею Паралеву, что нас познакомил. Да, до новых встреч, всем пока. Всем пока. Да, увидимся. Решили дописать бонус-трек, решили обсудить еще одну тему, четвертую, бонусную, о том, как все вот может быть полезен тем, кто смотрит нас сейчас, кто запускает агентство, стартапы, он вспомнит, каким образом сам двигался, да, и какие стадии агентства есть в развитии, как условно с 5-15 человек дойти до миллионов, правильно? Да. Расскажи еще что-нибудь. Ну то есть у меня как раз есть предприниматель, часть предпринимательского пути, который я прошел не так давно, это как раз про построение продуктов, юнитов, и там каждый юнит растет, допустим, с нескольких человек до 10-15. Юнит – это что? Ну это как раз направление. Направление, какое-нибудь в компании? Мини-агентство. Мини-компания в компании? Вот как их строить, чтобы через них растить? Да, и как или свою такую делать, или как у себя в компании такие делать? Супер. Ты расскажешь суперсовета, да, как это делать? Скажем, да, наверное, я расскажу там про опыт, про ошибки, про то, как я это вижу, как это должно выглядеть сейчас, и учитывая, что там юнитов направления сейчас 7, и получится такой агрегированный опыт, он не привязан там чисто к рекламе или чисто к дизайну, а по сути к любым профессиональным услугам. Здорово. И предприниматели, которые сейчас на этом пути, с небольшими агентствами, уже с каким-то опытом могут узнать, как масштабироваться. Да. Супер. Ну вот, еще одна тема. Продолжение следует... Продолжение следует...